Друзья, поехали. У нас начало всё-таки попозже. Команда Lowland Lions, Голландия, голландцы, ребята с Индерландов, Крис Жей и его братья. Ну вот Крис Жей, мы все помним. Ну, в общем, те самые парни, которые терпели всю жизнь в 1.6. Да, явились на ESVC, чтобы показать всему миру, что они, что в Голландии тоже играют в CSGO. В Голландии не только играют в другие игры, но и в CSGO тоже. 1-0 счёт на G за Lowland Lions. И я осмелюсь предположить, что они будут играть за Defense, конечно же. А, ещё один из моментов. Карта Denuk, она здесь немножко не такая, как все себе представляли. Это Denuk VE, карта от Vulcana, Vulcana Edition. И здесь есть вот такой вот туннельчик интересный. Вообще, вот вокруг этого туннельчика, я думаю, в этом матче будут разворачиваться нешуточные и жёсткие расклады. Потому что именно в этот туннель будет пытаться всегда ломиться атака. Здесь есть одна замечательная штучка, это как окно. И с этого окна вы можете попасть на А и на Б в канал, как здесь передвижение достаточно свободное. Потому что здесь не надо там приседать, чтобы залезть вы просто разбиваете и падаете. Обычно, кстати, бомба часто может проходить. Ну и вначале, наверное, в атаке вот на эту дверь будет влетать какая-нибудь граната, чтобы чекать мейн. Ну, либо наоборот. Потому что здесь дверь сразу взрывается. Здесь обычно на скрипе не тусуются. Ну вот кто-то тут попал, поэтому. Так, ну и в ожидании рестартов. Что ещё можно, наверное, на VE-нюке показать? Здесь вот рампы примерные, да, здесь скорее всего будут держаться одним челом. Он будет стоять вот здесь, остальные пойдут вниз. Ну вообще, чувак вот в идеале вдвоём. Один встаёт просто вот отсюда, второй сидит за этим ящиком, даёт флэш, которая падает вот сюда. И взрывается где-то здесь. Вот. Можно будет так принимать рампы. Но мы посмотрим на LLL вообще, что они сделают. Просто я уверен, что Нипы сейчас в атаке будут крайне жёсткими. Это самый, наверное, самый неудобный оппонент для всех, кто сейчас есть. Так, пока что в чат зайду. Так, что у нас здесь есть в сообществе? Надо мне, кстати, ещё один чат открыть своей группой, потому что... По качану да по капусте, вот. Чтоб я там был. Ты, ты... Ладно. Я просто у тебя запись стартовал уже, басы. Да, да, да. Да, да, да. Данюк в Е, Данюк в Е, друзья. Ну что, пошли рестарт. И у нас Нипы против LLL. Лэд Лайонс. Посмотрим, на что способны эти парни из LLL. Ну, прикольно, конечно. Да, такие разбегаются. Оп. И... Ну, там, наверное, сейчас что-то с рампами попробуют сделать. Мне вот интересно очень сильно, почему у меня не переключилось на игрока. Так, где же ты? Вот ты. Куда карту кидать? Вот он, Форест. Карту кидать давайте помогу. Так, помогаем Тайфе. Короче, здесь где-то папка мапсы, туда три файлика. Все. Красавчик. Ну что, смотрим. Медленный проход по улице. Нипы ждут в инсайде. Плюс мейн. Мейн 2. И это странно. Я думал, они ломанутся толпой, чтобы пробежать на низ. Но решили не пушить. По 9 проходит Форест. И, по-моему, сейчас Патрик Линберг будет здесь устраивать катастрофическую эпопею. Да, вот открывается у него игрок защиты. И сразу получает плюшку в голову от Фореста. Ну, с Глока. Неудивительно. Проход на рамп. Так, увидел, что один убежал. И в итоге с нуля стянул. Да, с нуля стянули всегда кик. Как я понял. Ой-ой-ой. В молоке. Вся вилка. Но здесь, как видим, на убивание вышел дизист. Забрали Спартакуса. Пытается что-то с беретами сделать Крис Джейн. Но не вышло. Не вышло. И Гидрайт разбирает Степана в каналке. Ситуация 2 в 1. На поджиме действует сейчас чувак с ником. Хрен знает что. Хрен знает когда. Хрен знает зачем. Но... Гидрайту повезло. На самом деле он мог спину сейчас умереть. Тема в том, что атака просто уходит. Вот она каналка. Друзья, чувак ушел сюда в каналку. Сразу второй развернулся. Побежал в мейн. В его силах пойти поставить бомбу сюда. Ну а игроку защиты остается только... Гидрайта могут подбрить. У него 7 хелсов. Он остается в пленте. Вот побоялся. Вот этот парень. А то он не будет влезать здесь. Потому что 9 чекается всегда. Здесь 9 вообще выходить опасно без мейна. Если нет выбивания. То есть 1-2 тут это смертная казнь. Значит что он туда делает? Там 9 из 20 хелсов. Ну не знаю. Если бы он раньше поднялся. Он бы убил просто Гидрайт. Такой видел прямо? Супер дым, который всех задымил. Такой упал под 9 просто. Эх, дела, дела. Ну что, я думаю, вот оно. Начало. Не, ну эти пацаны бодры просто. И Швеции. Они сейчас устроят настоящее, по-моему, издевательство над командой под названием LLL. Как МММ практически. Ну быстренько напоминаю вам группу, ребят. Ну и не забывайте, что для Нипов это первая игра. Они пропускали первый тур. Поэтому только сейчас они начинают свои игры. Итак, ну что, быстрая атака через 0. И выход не на, не на. Просто будут сидеть в инсайде. Двое под бейс сейчас смотрят, что же там на рампах. Смотрите, вот ждут поджима. И никто даже улицу сейчас, по-моему, не чекает. У ребят из команды. Да, тут вообще на респе стоят два игрока. Как бы Спартакус и Крис Джей. Джерард сейчас начекает выход. Да, все, увидел гол. Он даже там дал немножко демейджа по Гзисту. Но я думаю, что Гзист откроется тут на ура. Крис просит поставить парольное сервера над мином. Под пв, он сервер, пожалуйста. Ну и все, уже занимают рампы, нипы. Давайте смотреть. Здесь есть у нас Герах. Кстати, к нему сейчас придут. Какие-то желтые двери. О, боже. Опа. Не, ну вот здесь вот, здесь, кстати, поляки любят. Мы играли с полякой Менюк один раз, вот, когда посчастливилось его сыграть. Кубин и здесь дверь меня запилил, друзья. В 1.6 он пилил всем дверь, а здесь вот мне тоже. Очень легко сбривают этого парня. Стефан на А-планте, на А-планте Феррит. Тут еще тема в том, что здесь слышно абсолютно все. Как бы совсем другая... Как тебе пацан вообще? Совсем Спартаку стал. Да, покажи. Он идет к успеху просто. Ты просто молодец. Есть ВЦ, первая игра. Билеты. Да, возможно, будущим чемпионом есть ВЦ. А я, пацаны, ковбой. Ковбой Хаггис. Да не, это нормальный расклад в КСГО. Ну, в КСГО может быть. Это вообще изи, как бы, ну, это абсолютно адекватно для КСГО. Говорят, шутганы хорошие. Говорят, шутганы, да. Тут есть такая пушка, короче, называется она 2.1 или 2.4. Я не помню ее точного названия. Вот в байменю потом можно будет посмотреть. Тема в том, что вы ее берете просто и бежите в лоб раздаете сразу снова. Да, ну, потому что, по сути, шутган это неимоверная штука, когда в упор должна разрывать камаз на части мелкие, а в КСГО он был, ну, бесполезный. Да, в КСГО был только Кольт, Калаш, Кольт, Калаш, ОВП и Дигл. Все вот, все оружие. Юз, Блог, Граната и Галил и Фамос, все. Ну да, здесь все оружие играбельное. От этого только интереснее. Ну что НИП, товарищи, НИП, 2.0. Давай карту посмотрим, что придумают на этот раунд наши шведские друзья. Я пока посмотрю, что делают их оппоненты. Ну, тоже ЭКО. Или что у Гераха в руках? К сожалению, жалко, что не пишет. А, П-250, это П-250. Вот я тебе говорил про этот пистолет, то, что его берут. Б1-2 просто он покупает. 13 патронов в нем есть. Да-да-да, в нем 13 пуль, он очень четкий. И две береты Спартака, КСГ с беретами остаются. Два ковбоя. Ну, что ж. Такие интересные схемы у голландцев. Ну, слушай, если бы я жил в Голландии, у меня тоже были интересные схемы, как минимум, каждый день. Ты бы на ИСВЦ брал береты против НИПов. Да, я бы такие браунды просто строил, что все бы отдыхали. Ну, в общем, пока что 3-0. Первый матч по группе для НИПов проходит нормально. Напоминаю всем, кто недавно подключился. Друзья, это ИСВЦ 2012, Франция. Ну, мы, правда, к сожалению, в Киеве со Слэмом сидим. Да нет, почему же, к сожалению, наоборот. Это хорошо, что мы в Киеве сидим. Мы наблюдаем дистанционно за этим чемпионатом. Да, мы-то смотрим, что в игре происходит. Да, ну, было бы неплохо быть там тоже. Ничего, друзья, скоро Старладера. Потом вот к финалу Старладера будет интересно, когда на лан приедут все. Вот там мы уж посмотрим. Не, я думаю, интересно будет где-то в марте-апреле 2013-го. Уже будет гораздо поинтереснее, когда все начнут нормально играть. Да, в нам жить до 25 декабря, если я не ошибаюсь. К концу света же готовились. Ну, если ты живешь по календарю мая. Все, давай, игра пошла. Смотрим на карту, что придумали НИПы. Оружейный раунд. Вот первый оружейный раунд на НЮКе на ИСВЦ. И, черт возьми, который я стримлю. Не знаю, как Слэм показывал ли он оружейный раунд на НЮКе. Так, ну что, здесь был прокид Планта сейчас. Две флешки влетело в мейн. Ну, мейн. Открытие скрипа. И выход на, да, выход на достаточно входный. Так, сразу разбирают Гидрайта вместе с его напарником Фрайбергом. Три в два ситуация. Уже на Гидрайта не дал минус. На самом деле их сейчас остановили. А Форесту вообще не дали сыграть с мейн. И вот сейчас Фифларен как бы один в четыре остался в ситуации. Он знает, что есть один на мейне. Попытки прострелить его меняет свою позицию. Скрип взорван, как я и говорил. Ну, скрип обычно здесь взрывается, чтобы его не было вообще. Ну, а тут дымы, на самом-то деле. Он сейчас из дымов пытается стрелять. Здесь не так хорошо все, наверное, видно игроков, как нам с вами. Там на самом деле не было дыма, но... А вот мне показалось, что здесь дыма. Это не дым, это просто типа пшшш. Не, мне они... По-моему, на Хилл просто на Гоу ТВ его не видно. Когда-то... Нет, там все видно. Ты когда стреляешь в стену, там идет пыль. Или когда идут прострелы от стенки, там идет очень много пыли. Кажется, что это, возможно, дым. Как в 1.6 Хилл ТВ. Ну, выход и, мне казалось, дым прилетел из улицы пристройку. Ладно. В общем, пока вот с выходом фаст раунд у Нипов не получился. По сути, пытались выйти степом без особой раскидки. И три игрока принимало их в апленте. В общем, все по делу. 3-1 первый раунд для голландцев. Ну, а тут пока что расстановка по позициям. Мейн, девятка, будка. У Дефа, наверное, дворам прострел от Нипов. Опять же, слоу флей. Не торопится, не торопится. Вот на улице там сейчас будет агрессивно разыгрывать у нас один игрок. Смотри, смотрим, друзья. Филарен, да? Прошел уже по улице. Спустился через этот адский коридор. Выцепляет каналку. Но здесь Герах закрыл его. В итоге мы не увидим здесь преимущество атаки. Ну, вот вся надежда была как раз-таки на то, что он сможет это сделать. На тайминг сразу дается... Что он сможет сделать? Зайти в спину, дать минус 2. Как минимум. Ух, тут молотом чуть не прибили экзист. Да-да-да-да-да. У защиты сразу же по таймингу давался молотов на радио, чтобы атака с плитом не вышла. И на врыв играет Криджей, но это ошибка. Реакции ему здесь не хватает. Гзист просто разбирает по харям. Голландцев... Не, он не без шансов разобрал. Что делали голландцы? Стояли-стояли вдвоем на рампах, побежали. Да, они просто ждали дефолтного тайминга. То, что один отдастся и все остальные вывалятся рампы. Но этого не произошло. Ну, и в итоге есть... Ого, как потушили. Форест 1 остается. Вот это приемчик от голландских игроков. Герах просто в запасе как бы сидел нормально. Но у Фореста 1 в 2 здесь шанс хороший. Он знает, где бомба. Я видел одну флеш, знает, что один оппонент от Вилки либо Плэнт. Ну и понимает, что... Да, дальние. Ну, мы видим обоих с вами. Ну, Форесту тут надо как минимум... Где же бомба-то у него упала? Вот неясно, где бомба. Фореста закидали. Да, вот она, он ее забирает. В итоге он знает, что один чувак находится справа. А тут дым на дверях. Посмотри, посмотри, что Форест говорит. Просто оп-оп-оп. Стал ставить. Ну, вот услышала защита сразу, что происходит. Дверь, кстати, здесь открывается на кнопку Е, друзья. Поэтому вы можете даже к ней до конца не подходить. Просто открыть ее и раздать. Вот как в реальной жизни. Так открыли двери издалека. Стеклянные двери были прикольные. Ну да, но здесь у дверей своя фишка. Есть. Понятно. Например, Кьюбин уже в гол научился заперить двери. Слушай, Слэм, понимаешь, вот в чем фишка этого прохода? То есть неужели настолько было неудобно проходить улицу, не хватало пространства на карте, чтобы нужно было сделать, взять, бац, на природе подкоп построить. Просто в ангаре построить подкоп. Каким образом, черт возьми? Покажи, пожалуйста, еще раз подкоп. Все, может быть, понедавно не подключился. Ну вот, дом был сделан для этого. Не, ну это сразу... А что там дальше? Ну, пройди дальше. Дальше ты проходишь сразу в длинное метро. Здесь у тебя каналки. Обычно здесь стоит игрок защиты, который принимает атаку по улице. А где длина? Куда она делась? Вот она. Ага, вот она длина. А это типа ложный плант? Да, это ложный. Как бы, да. Ух, как все запущено. У нас в это время выход под лево-лево сейчас. А нет, через природу. Сейчас как раз будет сбор. Герах плюс Спартак должны были здесь вдвоем забирать. Вот каналки все-таки там дали одному игроку пробиться. Атаки вот нельзя этого было допускать. В итоге ХАЕФ бустую. Перестрелка от Гераха. Он по факту услышал то, что там прошли два на канал. Да. Ой, какой от Фореста. Свертушки просто. Жестко. Тут, кстати, один Форест с деглом. Здесь четыре калаши на последние деньги закупили снипы. И если сейчас лоуэндлайф грунт раунд, то будет эко. Ну, давайте смотреть, чем все закончится. Вот в плане бабла здесь она не отображается. Можно писать каждый раунд эти цифры сумасшедшие. Все и так прекрасно видно. И можно... Сейчас посмотрим. Сразу понять, Форест и минус. Хорошо играет Форест. А Трампа его убивают. Нет. Убивает Крис Джейк. Ох, Стефан. Забрал фифлар на 3-3. Ну что, лоуэл отыгрывают, друзья. Слушай, они такие уж они голландцы, эти голландцы, я бы сказал. Пока бодро выглядят. Тафф, поехали в Голландию? Ну, это мы уже обсуждали с тобой. Мы поедем. Обязательно. Так только наберем группу, которую будем водить по экскурсиям. CSGO на всех аккаунтах фри на 3 дня. Да, друзья, чат Киберарена ТВ. Группа в стиме. Заходите. Репортаж вы можете найти на Киберарена ТВ сайте. Трансляцию для вас мы будем делать в течение всех дней, вплоть до финала. И нас ждет, на самом деле, незабываемое несколько дней. Я вот соскучился покомментировать КС. Проснуться с утра и комментировать КС. Ладно. Здесь пошел врыв. Агрессивная игра от LLL. Понимают, что они стоят против пистолетов. Не дают вообще ни пам, никаких малейших шансов на то, чтобы тебе вдохнули сил в свои легкие. Пошли, сделали дело. Ну и Гидрайт 1. Что-то сейчас покажут нам с Глоком. Отсиделось на крыше в течение раунда. Ну, здесь вообще пока что без вариантов, по-моему, проходят вот эти вот последние 4 раунда. Не пам, нужно, возможно, что-то поменять. Возможно, посложнее играть. Вот они пробовали разные варианты. Пробовали выходить Аплэнд фастом. Потом пробовали быстрый раунд по улице, используя новый подкоп. Пробовали лево-лево выходить. И все эти 3 раунда вот уже на оружие у них не получились. Я даже не знаю, что сейчас они попробуют на этот раз. Так, ну я думаю, сейчас у них будет попытка сыграть рамп. Либо они по 9 попробуют сделать что-то, как в первом раунде. Просто тут единственный вариант. Тут, понимаешь, здесь вот будку, будку со скрипом, да? Ты ее просто так не можешь выйти. Вот если там в 1.6 ты мог все четко раскидать по пикселю, да? То здесь это сделать можно. На самом деле здесь есть интересная прокидка. Она делается вот отсюда. Вот здесь разбивается окно просто. Короче, чувак забрасывает сюда. Какахи всякие, да? Здесь все белое, естественно. В 9 вы сразу изолируете. То есть, ну здесь еще есть как бы прострелы на 9, да? Вот это пытаются сделать игроки. Атаки сейчас прострелы в обратку, конечно, есть. Нюк вообще самый простреливаемый. Ну, знаешь, я пока смотрю за Крис Джейм. Вот то, что он пытается сделать с ВП в защите. Мы помним, как тяжеловато играть было в 1.6. Иногда на этой карте с ВП нужно было много вот менять позицию, двигаться постоянно. Ну, а здесь ты просто стычка по 9 и штопы. Гетрайт забирает первого игрока. Феррит погибает от этого парня. Спартак делает минус Гзист. И, походу, стяжка налево-лево сейчас будет у команды Ниндзи в пижамах. Нет, они дали гранат и вернулись. Это фейк, это фейк. Они просто ждали Молотова. Дали дым, вернулись Молотов, уже слева-лева был. Молотов закончился, они здесь прохолодили. Ну, достаточно нормальный тайминг, чтобы выйти. Но тут Стефан готов, как я понимаю. Да, чекнул первого, видел второго. В итоге вылетает на него флешка. И атака-будка. Зажим от Стефана. Должен был быть размен. И вот он приходит. Гетрайт минус. Минус от Герак. Герак минус 2. Неужели это с пристройки зашло? Да, да. Тут одна флешка из девятки. И сразу для игрока Белых у атаки остается. Стефан на него просто пилит Гера, который MVP этого раунда несомненно. Знаешь, тут проблема была не в флешке. На самом деле при всей Аркадии никто из НИПов не смотрел пристройку. Вот никто. Вообще никто. Были троем, смотрели девять. Смотрели все, что угодно, но на пристройку как-то вот так получилось. Забили. И очень четко выскочил оттуда парень. 5-3. 5 раундов подряд от Lowland Lions. И как-то нас удивляют эти голландские парни. Что там пишут? Привет из Углича. Тоже, можешь ты на матч хотя бы выключиться оттуда? Что, я посматриваю, что пишет народ. Мне ж интересно. Тогда давай я буду с себя стримить. Я понимаю, сейчас, знаешь, там люди включают стрим такие, о, тафа, о, слэм, о, что это? Что это за игра? Да, я думаю, понятно, что за игра. Ну что, 4-3. Как бы здесь деф пока набирает. Гидрайт. Гидрайт молодец вообще. Ему, по-моему, все равно в какую игру играть. Вот видели, как Крис Джей сразу сел? Он знал просто. Здесь вот нельзя с ВП так взять, повести и резко убить. Да, здесь надо обязательно, чтобы оно стояло на месте. Вот он сразу заранее ждал пропрыжки от игрока атаки. Но Фрайберг не сыграл линейно против него. Это плюс. Вот 3 в 2. Есть шансы Фрайберг к рампу. Вообще по позициям здесь такой расклад, что Стефан на будке. Улица тоже. Один в канале, он в канале был. Они считают, что двое на. И, в принципе, очень быстро могут с каналов выйти на Б-плэн. Но позиции у них по-фу лучше. Сейчас вообще не подложены брать. У них уже было много ситуаций, когда они оставались 3 в 2, по-моему, даже раза 2. Но брать не получалось. Прочекали низ, они, по-моему, будут брать. Тут жестко халдят через использование подкопа, использование выход рампу. Сейчас синхронно выходят на Б с двух позиций, как говорится. Ну, вышли, вышли и вышли. Ну, парни только сейчас в канал пытаются залезть. Вот один пошел в канал, второй пошел. Будет синхронное выпадание. Мы сейчас видим хорошо, благодаря волхака это все дело, что сейчас контры, ну, уже знают, где их соперники. И будут сейчас моментально падать по бомбху из бенплей. Да, потому что здесь в канал, как вы не встреваете, минус один есть от минуса. И размен Гидрайт остается Стефан. Ну, вот Стефан с тобой не удивил. Исплун Тайва Гидрайт вообще без сомнений забирает. Моментальный хэдшот 5-3 и 5-4. У меня написано «Упс, братан». Упс, братан, где? Русская версия работает. Упс, убийство, помощь и смерти. О, и у меня MVP-шки наконец-то появились. Ну что, мы видим здесь по MVP пока Гидрайт. Х2 вышел и Джерах. Ну, Гидрайт 9 на 5 такой, знаешь, без ассистов, чистые фраги. Хорошо идет. Да, если нет ассистов. У Стефана все плохо. Там уже 3 ассиста есть. 4-7. Он роль играет, на самом деле, как я понял, на карте. Ой, как неплохо нашивались. Не попал. Ладно, как он не попал. Ну, непонятно, как он не попал. Кстати, стенка простреливается. Ну, он и прошивал. И вроде в них хорошо. Здесь приемчик. Ну, вот Эка Голландцева быстро проходит. Двое в будке. Один еще в будке, один упал в каналку. Тут Стефан еще не сдается, как бы, понимаешь. Пытается. Он сейчас попытается что-то здесь сделать с будки, но... Ну, там, кстати, Ферри тоже себе этот Кольт уже покупал, походу. Я вообще думал, что это Эка-раунд. И думал, что у Голландцев нету денег. Хотя они нет там. Как это нету? Столько раундов подряд было. Пять, потом один отдали. То есть они пытались ворваться только что вот так вот колхозно. Слэм. Да. Что это было? Они пытались поджать, получается, будку и двое срамп. И в итоге все очень неудачно. Просто без шансов. Ну, опять же, та же ситуация, как в прошлом раунде. Два игрока над каналками. Бомбы ставятся на Б. Это 5-5. И, в принципе, пока что Нипа выравнивает игру. Ну, посмотрим, что с ними будет дальше. Как они будут защищаться. У Голландцев был такой довольно мощный матч. 16-14. Да, они сыграли первую игру. Проиграли Мау Спортсом. Причем, наверное, ребята, конечно, понимают, что от этой игры тоже очень многое зависит. И тут желательно им обыграть таких ребят, как Нипы. Но эти парни не сдаются. 5-5, Баба Ягодка опять. О, ты пришел. Да, я вернулся наконец-то. Так, ну что ж, друзья. Тафа вам, в принципе, все поведал, рассказал. Тафа пошел искать свой эскейп вообще. Да. Ну, у меня стационарный там 2. Жесть какая-то, конечно. Так, Слэм, вы будете стримить EMS Winter в 2019? Ты опять начинаешь. Показывай, что делает команда. Убери этих людей. Друзья, друзья. EMS Winter мы не будем стримить. У нас будет StarLadder, StarSeries, CSGO. На 16 команд. У нас будет Asus по 1.6. В общем, очень-очень много всего. Мы взяли немножко, да, воды. Попили и снипами вот играют. Так, ну что тут? Фрайберг. Отстрелили Криса. Там, не знаю, вообще ЛОЛ что-то там пытались придумать. Куда-то посмотрели. Но дело ничем не закончилось. Герах минус Тель, Фрайберг и... Ну я вообще полностью бэплант отдали. НИПы спокойно прошли лево-лево, поставили бомбу. А там была засада, по сути, на... Не знаю, вообще засада чего это было. Там была не засада. Они, короче, хотели, видимо, сосредоточиться вот перед этой позицией. На подвале, да? На подкопе. Да-да-да-да. То есть тут расклад в том, что здесь всегда стоит игрок дефа. Ему, если кто-то суппортит вот тут, то это уже как минимум круто. Но это один из основных моментов. То есть есть еще такие ребята, которые в наглую выходят сюда, Аркадия-то отстреливают улицу. Но вот на таком уровне, думаю, здесь на чемпионате такие косяки будут не прощаться, реально. Ну что, 6-5 в пользу Ниндзи в пижамах. Они продолжают, опять, нормально играть. То есть отлично было начало. Потом 5 раундов подряд от ЛЛЛ. Теперь по 3 берут НИПы. И, походу, давайте посмотрим, что же они сейчас у нас делают. Нет, это дефолт, прошив и... Налево-лево сейчас, кстати, Стефана, по-моему, защитил. Хотя нет. Ну да, там 2 игрока. И... Посмотрим. Первый открывается Фрайберг. Чек здесь под 9. Вот, да-да, видели, видели, куда он стрелял? Он стрелял сразу же за этот ящик. То есть, как бы, во-первых, не потому, что, как бы, ну вот... Сюда просто залез чувак, да, он спалился. Но Фрайберг знал, что он здесь стоит, потому что, опять же, я вот эту флешку в начале игры показал. Вот эта флешка, она на заход. Но, вот опять же, из-за нелинейности действий НИПов мы не можем наблюдать за преимуществами дефенса. За всеми преимуществами дефенса в этой игре. Покажи нам Крис Джей, потому что здесь тоже, да, я покажу. Тут тоже есть интересные фишки. Вот Дегидрайт пока что не убил врыв скрип, при том, что врыв был Боцки от Стефана. Стефан забрал райты и 6-5. Тут пошел вообще полный поджим спину, сейчас Крис Джей. Ну же, ой, как он раздался. Крис, вот этот дробовик, дробовик, дробовик. Давай, 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 пацан. Вот я люблю эту пушку, потому что ты просто с ней подходишь и врыва. Зря он калаш подобрал, теперь он уже не выживет. Не, они на 3-2 как-то разменяли, на самом деле счет должен был быть уже 7-5, но... Так, атака двое, пара ошибок падает. Смотри, флеш и не ворвался. Что? О, пара ошибок в инсайде и в скрипе, как бы, позволили дефу взять вверх. Вот минус от Фореста и уже 2-2, но почему не ворвались только что? Зачем отдали точку? Ладно, смотрим дальше. Крис Джей и Ферри, достается Ферри, 16 холлсов. А Форест уже не выпустит. Здесь без армора, а нет, с армором есть с одним армору Фореста, а что? Так, Крис Джей заходит нормально, но вот он знает, что Форест плент пытается выцепить сразу голову с первой пули, не попадает. И девятка должна его контрить, минусует Фореста, 9 не контрится. Дает под себя дым, флэш, и Гзист уходит. Гзист спокойно, он четко принял будку, сразу же там убрал парня в голову. А я думал, он сейчас этот, подбросит под себя дым какой-то, он там флэшку достал, начал кидать, но что-то поздно. Но бомба здесь такая, как бы. А, здесь еще прикол в бомбе такой, что ты ее дефьющишь, когда не успеваешь, знаешь, она просто пищит. И твоя моделька чувака говорит, холли хит. Еще там есть какой-то буги-вуги, или как-то так. Ой. Знаете, вот персонажи говорят, когда в игре, да, вот моделька игрока дефенса способна говорить что-то вроде... Мне не вспомнить фразу, но это очень смешно звучит. В последний раз, когда я играл, я просто выхватил. Покажи нам лучше сейчас голландцев, они все на БМ, только что упали все вниз и делают засаду налево-лево, в пятером. Так, довольно интересно, что сейчас из этого выйдет, потому что НИПы вышли уже на рампы, и здесь уже все пять игроков шведской команды готовы прийти на БМ на эту засаду. То есть тут сейчас, короче, будет нормальная тусовка. Вышли на БНИПы, здесь никого. Ну, просто вокруг куча игроков есть. Первый минус, Стефан в ответочку. Ну, гзист, форест, нет, нет, давай, до свидания. Да нет, здесь просто собирать надо. Не, Герах, смотри, лицо, забрал калаш. С калаша минус дал, сейчас рлоуд, ну выйти, дать минус, нет, боится, не выходит на соперника, убивает. Он не боится просто, тут нельзя попадать на спрей вообще никакой. Тут не то, что спрей, тут еще надо было на ходу, буква Е, открыть дверь, выйти с четырьмя патронами, с четырьмя холса. А, кстати, там Детрайт вообще один холос у Гераха, Детрайта четыре. Ну, как бы, Герах будет дожидаться просто сейчас. Ну, он покажет. Два игрока атаки, один, да, все, там ушли, на, каналка прошла, чувак ушел. Видишь, они даже не стали рисковать против парня, у которого один хп. То есть, понимаешь, какая здесь может быть доля рандома, ты можешь с одним хп реально забашить. Слушай, самый главный вопрос, где ракета? Где ракета, кстати, да. Да, они поставили бочку вместо ракеты. Как это? Ну, вот так вот. Черт, надо, короче, написать вулкану, чтобы вернул ракету. А то не гоже так с гостями с России. 8-5, да, 8-5 за анипами. Герах будет сейвиться сейчас. Будет сейвить этот калаш, как бы, он ему нужен. Жизненно необходимо все такое. Я думаю, в следующем патче в GoTV у нас здесь вот будут деньги. Видите, где надпись? Деньги. Здесь должны показываться, сколько у каждого игрока денег, чтобы... Ну, это сделано, опять же, для удобства команд, чтобы они не писали деньги. И сразу увидел капитан, сколько у кого денег, и говорил, что делать. Ну, и нам бы, как комментаторам, было бы приятнее сейчас видеть все деньги, чтобы мы тоже понимали общую картину. По MVP мы видим 4 звезды у Гзиста. Ну, и он, кстати, неплохо разыгрался. 14 на 8 с двумя ассистами. В общем, пока довольно неплохо идет этот парень. Очень твердый тип. Да. Ну, ничего, и ситуация меняется. По-моему, Нипа привыкли. Ну, Нипа уже давно привыкли, им надо сейчас брать 2. Вообще, нюк не самое интересное, что хотелось бы увидеть сегодня. Ставка на Трейн. Трейн даст 2, Инферно. Вот Инферно и Трейн это самое, наверное, зрелищикое карты. Поста, посмотри, в канал кто-то из Нипов уже упал в трубу. Я объяснял еще в начале, кстати, то, что там в начале сразу ты проходишь и падаешь. И смотри, выход сразу лево-лево. Все ушли за плента налево-лево. А тут у нас, а тут у нас развод, карнавал. Никто не видит этого парня, а парень сидит и... Ну и шоу. Ну вот давай, ну попупей одного хотя бы. Хорош, одного убил. Понимает, что есть где-то, есть второй. Здесь была, по-моему, подсадка. Здесь стоят подсадки, с флешки делаются. Минус тупка, а Гзиста забрали. И не получилось сыграть на Урафе. Фляром в итоге один гуляет по каналке. Зашел в длинный, в длинном никого. О, вылез наверх, почекал 9, 9 пустая. Но здесь дэв тоже стянулся, конечно. Слушай, ну там такое место было. Это даже не на рельсу подсадить там в 1.6. Тут подсадка, тут подсадка делается с флешкой немножко по-другому. Тут даже чекать не нужно было. Он был на экранах у всех, но почему-то его никто и не заметил, этого парня. Ну ты здесь многие вещи не заметишь, я тебе скажу. Ну если играть на штуке, точнее в Full HD, то может быть, да. Подгоняется игра. Как бы до трубы. Мне просто интересно, откуда они... Ну, наверное, вот где-то здесь, скорее всего. Вот отсюда где-то залезли под флешечку. Вот так вот чувак под себя дал ее и брав прибил. Ну, бывает. Смотрим за продолжением этого матча. Как-то не реализовали свой раунд сейчас НИПы, но увидели, что... Ну вот сейчас Звено будет заходить сюда. И посмотрим, как разыграет теперь деф. Какой Звено? Вот улица. Улица из трех игроков, которая проходит, я даже показал. Не, ну они проходят, я понял. Так, да, все, прошли, прошли. Каналки занялись. За красным тоже разыграли. Геррарх забрал одного на спуске в метро. Так, там, оп-оп-оп, Фифларен за ним. Догнал, догнал. Тут второго ждет. Второй. Он знает, что второй есть на пленте, либо в длинном. Да, длинный. Это Спартак. Спартак забирает. Гидрайт идет тоже на этот размен. Но вот почему-то передумали. Увидел еще, кстати, второй Молотов, который залетел. Интересно. Два Молотова в дефе брали голландцы. Видимо, рассчитывали на что-то супер конкретное. Но не получилось. Бывает. Шли к успеху. Ну и в итоге тотальное задымление там. Ну вот использовал сейчас Феррит свою штучку под видом Молотова. Ну, слушай, сейчас, наверное, по-моему, раунд берется из позиции. А вот теперь уже не берется. Теперь еще не ясно. Есть Гидрайт и Форрест. Ну вот посмотрим, как 1.6 игроки сыграли. Так, Гидрайт, Вентиль. Сейчас Вентиля может подраздать неплохо. Да, сейчас по Вентилю же можно бегать. Нет, не убил. Флэшка чья-то белая игра. Но Гидрайта только сейчас флэш прошла. Он уже с Форрестом. Форрест там забрал. Форрест плюс плент внизу. Ага, два в одного. Вот это Голландия. Вот это давай до свидания. 9-6 первая половина. Вот такие вот они непы. Слушай, Гидрайт, конечно, последний хэдшот просто на сумасшедшей реакции. Я такого еще в голову не видел. Вот все-таки этот парень, ему, по-моему, опять же... Молотова так и не убрали. Друзья, Молотов, я считаю, что и не нужно убирать. Я считаю, его нужно разрешить одному человеку только на команду. Вот один Молотов на весь раунд у тебя есть. На всю твою команду. Вот в таком случае его можно разрешить. А когда он у всех, нельзя. Знаете, какой-то имбы от него. Как бы, да, и без сомнения, там есть приятные моменты и неприятные, но все же. А, кстати, я думаю, надо здесь поменять вот эту вот настроечку. У меня она... Не знаю, как вам, но мне вот, например, нравится вот так вот наблюдать за всем этим. Не нравится мне классический вариант оружия, когда ты его видишь. Ну, то есть тут можно сделать классический. Он как более-менее как в 1.6. Можно сделать как будто ты слепой. И у тебя прямо... У тебя видно, как чувак в этот прицел с ЭВП глазом залезает. А можно сделать вот так? И тебе как удобнее. А мне вот так вот удобно. На десктопе вообще просто супер, по-моему, прямо. Ну, это не так важно. Главное, что ты прицел поставил. Ну, да. Плюс, когда чувак присаживается, видно, да, что он там присел, прицелился. Как бы... Ну что, поехали дальше. Давайте посмотрим на Lowland Lions. Смогут ли они вот сейчас атаковать так же, как это делали НИПы. Либо у нас будет какая-то игра а-ля 16.6. Сейчас 7 раундов от НИПов. И давай, Lowlands, до свидания. Ну, смотрим, что делают парни. О, выход на Аплэн через дверь. О, Пейгидрайт. Все, здесь смертная казнь команде ЛЛЛ. Друзья, самая грубейшая ошибка. Не факт равный размену. Не-не-не-не, размен равный, но они проиграют выбиванию. Здесь выбивание не такое. Как бы здесь выбить попроще будет, я бы сказал. Бомба стоит, очень быстро поставили. В будке двое. Один за первым каналом, за вторым точнее. Вот, будку изолировали. Все, первый прошел план. Дверь закрыта, минус будка. Все, вот, нет, партия нормально. Герак пытался выйти, не смог открыть дверь, и его убили в спину. Вообще, такой лоу. Стефану надо делать сейчас что-то с будки, но я думаю, он вряд ли с этим справится. Слышит дефьюз бомбы. И в девятке у нас один из игроков атаки, вот тот самый безымянный воин, который сейчас мог раздать. Ну, вот, как видим, да? Он имянный, Ферид у него ник, у него уже написано. Ферид. Вот, видишь, в кружках, вот там в кружках Ферид. Господи. Я потом напишу ему письмо. Что он этот? Чертов извращенец. Какой он извращенец? Он, по-моему, развращенец. С такими никами. Даже извращенец по сравнению с ним будет мальчиком-зайчиком. Давай сейчас, кстати, обращать внимание на все раунды. Даже эко интересны тем, потому что интересно, что покупают парни. Вот атака в данный момент на эко-раунде. Остается с глоками, да, вроде бы как? Они одну бомбу ставили, им надо только один эко сделать, по факту, чтобы плотно купить. Калаш, кстати, здесь стоит не 2 500, а 2 700. Но тут еще один фаст-выход. Интересно. Да, попытались они в каналку просочиться, но там никто не прошел, и все закрыто. Крис Джей дал все-таки минус Фрайберга, он защемил. Ну и 1 из 6, пока все спокойно для нипов, но будет бай. Давайте внимательно посмотрим на закупку от ребят из Голландии. Из Нидерландов. Калаш, ну, скорее всего, это такой будет, 5 калашей. Не удивит. Есть Молотов один. Слушай, а тут используют фейк-гранату вообще? Да, конечно, иногда. Это фейк-граната, это тоже такая, на самом-то деле, граната шумовая, наверное, можем ее так называть. Да, но она там еще и дает звук гранаты, звук стрельбы того оружия, после которого ты ее бросил. Смотрите, Фларен врывается с чем-то. Сейчас его Крис Джей просто накажет. Да, его Крис Джей заметил, дал инфу по радио, если тот дальше пойдет в радио, то... Там пацан, когда радио было? О-о-о-о-о, как? Как они там Стефана сбрилят? Он должен был закрывать. Инфа же была от Крис Джей, либо не было. Ну, как? Есть у меня такой момент, что, скорее всего, он просто прочекал, увидел, не дал инфу и радио сдохло. Это не радио сдохло, тот, который был подсажен, он там и сидел. Вот она, кстати, флешка пошла. Это подготовка. Вот она, флеш. Полетит она вот сюда, в окно. А кто разбивает окно? Флешка. Флешка сама разбивает? Да. Ну, вот он не стал ее бросать, как бы. По факту здесь две флешки и просто тут все белое, может быть. Ну, вот эти два парня точно были бы белые. Слушай, ну люк на нюке, это точное извращение. Люк сделали. Тут смотри, на улицу смещаются сейчас терроры втроем. Не, ну против трех открывает по Форесту, отлично. Но, опять же, это инфа для дефа. И сейчас, если не будет... А, тут два. Ну, хотя, да. Оттого может хватить два. Два, это вполне достаточно. Да, они идут на. Они идут на. Смотрим, здесь Фрайберг и здесь было... Ой, там две флешки. И разбился у нас товарищ Фрайберг. Вообще что-то непонятное. Он сам себя разбил, дал ассист по Спартакусу и оставил Гидрайт одного воевать. В этой ситуации. Ну, видишь, парни рассчитывали, что все-таки пойдут лол инлайнс на Б. Моментально стянулись. Секунду. Подумали, подумали. Не, нормальное решение приняли на самом деле. Да, сейчас лол инлайнс просто развели, потому что... Они почему пошли на самое-то главное? Потому что они были уверены в том, что их парень все сделает правильно, а чувак раскидал. Чувак раскидал, это 70% работы в раунде. Нет, просто прикол в том, что ушел Гидрайт, а его тиммейт был в очень плохой позиции. И начал стреляться со всеми на центре рамы. У меня интересно, Гидрайт глючит вообще. Гидрайт глючит. Я не знаю почему, но такие дела. Будем смотреть за Фрайбергом, да? Ну что, здесь, по-моему... Ой, там, походу, рамп, да? Фаст или нет? Вот тут подсадочка. Как видим, прошел успешно. Ну, здесь эго-раунд у нюпов. По сути, что двое Б. Фрайберга уже нет. Тут тоже вот кандидат такой в подсадке, посмотрите. Два как подсадились на радио. Вот, вот так вот они умерли в прошлом раунде. Вот один смотрел, получил, умер просто. А второй там уже сидел на подсадке. Ну, позиционная игра. От Голландии. Слушай, что это за колеса в ангаре? Ну, не знаю. Я имею в виду не колеса, а колеса. Шины. Ну, вот как раз-таки сейчас к ним побегут, скорее всего, игроки атаки. Вот, Герарх, компания. Давайте посмотрим на открывающего. Крис Джей, наверное, будет, да? Первый идет. Ох, да, действительно, Гидрайт лагает, кстати. Первый идет с теком. Гидрайт лагает, это вот лаги этого с Source TV, Gold TV. Вот. Гидрайт при стройке, он сейчас слева за углом. Вот тут Крис Джей тут попалился. Услышал это Гидрайт, такой развернулся. О, и в итоге минус мейн. Минус мейн. Там ангар не закрывает. Крис Джей дал он футбол. Так, надо. Тут двое еще на Апленте. Простреливают сразу бутку. Нет, нет, не опасно. Какое опасно? Все, они вышли, надо там в девятку дать гранату, флешку и все. Не, ну, тут было три игрока с успами. Там бледный Форест вообще. Услышал это Гидрайта. То есть, четыре игрока было в Апленте у защиты. То есть, обычно такое эко могло закончиться очень плачевно. Ну, может быть. Ну, то, что успей просто. Юспей ничего не закупали. Не, здесь чаще всего против окраундов берутся там девайсы любого рода. Форест уже по инфе выходил, просто знал, что Спартак просто там стоит. Тут непонятный Молотов влетает в мейн. Ну, вот не было бы Молотова, пришлось бы с остальными шарами бежать на Фореста. Но здесь, как видим, все по-другому. Форест сейчас еще себе попытается девайс какой-то, наверное, Ну, 7 хелсов и его чехал. Не чехает, не прочехал. Ой, лол, что? Лол, эллайс. Притом, что Форест Крис Джей еще услышал, когда прибегал вот чуть дальше желтых, как бы, бочек, которые стоящие. Странно. Ну, плюс девайс у Фореста и 7-11 взяли лол раунд, но я думаю, что они все-таки дойдут до конца. То есть ты ожидаешь все-таки мощный матч? Да, да, здесь будет сейчас натискать непов просто. Они первый раз играют вообще с голландцами, да. Там тема в том, что ты не знаешь, как играет твой соперник, ты знаешь, как играешь ты. Не, ну сейчас в CSGO многие не знают, как играют ваш соперник, и каждый месяц игра меняется, опять же. Ну, ладно, смотрим. Ну, жаль, что нет наших. Черт, не за кого болеть. Да, ну как же, поляки есть. Так, ну что, здесь пока что slow playчик небольшой. Вот атаки. Вот мне не нравится то, что здесь карту нельзя развернуть, чтобы рисовать. Форест нашил гераха. Стефан с ВП за атаку, все-таки он решился. Да? Это супер. Я только не знаю, на что он сейчас рассчитывает. Покажи нам Стефан этого только что. Лево-лево хочет отстрелить. Тут Форест, он даже не суется. Тут стяжка сейчас просла. Форест смотрит в маленький пиксель, он даже не пойдет смотреть от АВП, поэтому ему и тут и так хорошо. Ооо, тут, конечно, на внешнем есть Вифлара, но вот это вот уже проблема для атаки. Как бы здесь внешне он выгоден. Тут же атака делает фейк. Раскидки на Б будет выход на и там все. Они просто пошли на Гзиста, сдохли все перед будкой. Да, прямо офично. Нет, там была раскидка, получается, и на улице, и на лево-лево. Вроде бы расшифрованный такой раунд, но по сути... Ну, тут все понятно, что ничего не понятно. Никого не убили, они у Нипов, по сути. Здесь, вон, Гидрайт 3. 5 MVP Гзист, 2 MVP Фифлара, ну, всех по звезде. А вот Стефан как раз-таки герой-любовник с ЭВП у ЛЛЛ. Гзист 19 на 13 и 4 асиста. Вообще хорошо идет, конечно, Гзист. Ну, здесь прикольно так же идет. Вот чувак с ником... Гидрайт тоже идет. Не, Гетра, да, 17 на 10, 3. Но у Гзиста 5 MVP, понимаешь, 46 очков, 51 очко. У Гидрайта... Эх, ну и Фифлара ниже всех, но пока у него 2 MVP тоже есть, поэтому для команды свои... Свои раунды он брал, то есть... Да, ребята, кстати, по поводу биндов, тут уже какие-то худы делать не нужно. Вот здесь просто... Да, здесь уже все есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Это бинды всех игроков. Можно вот так вот... Можно их перебиндить, можно... Как вам удобно? X-Ray включается на X, то есть это вот эта вот штучка, тот же самый Valhack. То есть я без него предпочитаю смотреть, мне так интересней. Ну, мы будем включать его. Я теперь все время с ним просто. Потом что? Пробел это камера, то есть здесь помимо камеры первого плана, да, есть камера второго плана, которая... Сейчас. Ну как же, я только что делал. Да ладно, все зави. Короче, она дает просто крупный план, а другой... Я лучше со своего экрана покажу, как здесь вот с Valhack'ом было хорошо видно, как на улицу идет целый отряд. Давай смотреть, кто там будет тушить всех этих... Ну, там сейчас, наверное, XZIS будет этим всем заниматься, как я... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Улицу отдали, они все уже вниз раскачали. Да, они все вниз пошли. Там FIFLAREN на приеме, видит первого. Все, сразу меняет позицию. Понятно, здесь стреляться бессмысленно. FIFLAREN стреляется и... И принимает уже плент на скрипе, но его разменивают. Приходит хелпа. И хелпа здесь справляется. Ситуации по факту всех вы скидали. Последний Стефан попытался кого-то отжарить, но ему не досталось ни одной няшности. 13-8. Ни одного фрага не смог он сделать. В том раунде. Хотя на самом деле он там что-то долго стоял. Должен был попадать, как минимум. Мне интересно, что у нас в чат там пишут. И что за очки в табе? Ну, это все твои очки, по факту. То есть, сколько ты их набиваешь. Ну, вообще, 57-60 нормально за матч. Ну, я вообще, система очков еще так, ну, не внедрялся в нее. Может быть, Сленд расскажет, за что начисляются очки. За бомбу, за убийство. Я только сам не помню, насколько. Да, враг, убийство, бомба. Ну, я думаю, мы разберем себя. Мы научимся, вы научитесь. Все нормально, как бы. Я думаю, ближайшие полгода будет очень интересно следить за тем, как все меняется в гоу и как начинают все лучше и лучше играть команды, а мы лучше и лучше комментировать. Ну, что тут Молотова на Крис-Джея забросили. Посидел он, посмотрел на это все дело. У Непов, по факту, там уже Гзист что-то готов нам сейчас показать. Он там помнит. Вот, да-да-да, на врыв, на врыв будет играть сейчас у нас Гзист. Блин, неудобно, что карта маленькая. И Гзиста забревает сразу в будке. Не смог агропозицию разыграть. Отдал девайс. Бигл от Крис-Джея. Вот, непонятно, взял Крис-Джея девайс или нет. Нет, не подобрал девайс. Вышел в дым. Фифларен забрал. Спартакус тоже не разменяет. Фифларен там спокойно с каналки закрыл. Его дым закрывал практически весь раунд. Он давал масс-дэмэдж. Но это MVP раунда, скорее всего. Ну, все-таки понимаем, что здесь все равно не получилось. Такой супер напряженной игры. Все-таки Нипы сделали свое дело. Чувствуется их превосходство в этой игре. Чувствуется и по стрельбе. И немножечко по тимплею. Это отображается. Ну и ждем более интересных матчей в группе А. Пока Нипы пойдут к победе, я думаю. Тут не вопрос. Ну что ж, next round. Совсем чуть-чуть Нипам до победы. Не, вообще ЛЛЛ после счета 16-14 играют так с Нипами. Против Маус, кстати, 16-14. Это интересно. Просто там у Маус Спорс тоже состав 1.6. Да, у ЛЛЛ здесь тоже все из 1.6 перекочевали. Как бы у Маус Спорс, там может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но Траб Лепрекс точно это 1.6, парни. И, наверное, они там руководят какими-то процессами. Вот ту игру надо было, конечно, смотреть. Ну ладно, мы зато посмотрели, как Бразилия упала 16-0. Вот это было. У Когу сделал свой камбэк. Его папа опять уберет из бизнеса. Крайне неинтересно. Минус спину первая от Фореста. Я не знаю, что делает команда. Стоит Феррит один, смотрит будку спиной к лево-лево. И больше там никого нет, все на крышах сидят. Прибегает Форест. Причем Минашевтинин просто кабан прибежал. Стоит к нему чувак спиной, дал минус. Продолжает сразу. Штефан в атаке с АВП. Фларен уже по каналкам бродит. Там по улице 2 и была инфа про это. Я не понимаю, зачем Стефан туда вообще с АВП ходит. Зачем он вообще его покупает? Зачем он, да, вообще его покупает. Они могли бы там, не знаю, какие-то фаст раунды разыгрывать, но... Улица у них не срастется. Их там примет по-любому чувак в позиции. Да и уже в меньшинстве. Хотя, наконец-то минус, Фифларен. Стефан дал этот минус. Стефан дал свой минус, наконец-то. Давай, смотрите, вот второго выселит, нет? Посмотрите, как он водит зумом. Да, давай простреливать того, кто у Буки. Да-да-да, в мейне обязательно стоит чувак, которого ты сейчас прострелишь. Ну, был там один раз на ЭКО. Там уже все просто давно отошли. Как бы, ну, здесь на улице, если идет атака, там не воюют. Там ждут... Так, выход Аплант, смотрим, прием. А-а-а, всех разорвали. Да, Файрбер сейчас забирает мейн. И пласт минус от Фореста в аркаде забирает инсайд. 15-8. Изи фору. Нейб гейминг. Гайс. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там, наверное, Хиттен сейчас просто... Что это было тут-ту-ту-ту-ту. Да Хиттен там просто сейчас, наверное, пердит от радости. Это же мои парни, мои парни! Е-е-е-е! Так кого они тут обыграют? Все нормально. Никто там не радуется. Все нормально. Будет радоваться вот полуфинал, там уже начнется. Не, полуфинал, да, полуфинал, конечно, начнет. Вот он, Драп. Стефан сменил профиль. Давай, вот покажи нам. Вот это просто да. Мы говорили о том, что дробовики сейчас улучшили. Друзья, дробовики здесь в моде. Дробовик — это самое лучшее, что случилось с Counter-Strike в этой версии. Этого Counter-Strike. Как бы здесь хотя бы можно угорать нормально, да? То есть там... Вот друг друга простреливать через верх. Сейчас взорвется дверь. Феррид Фрайберг и Феррид был круче. Все, взорвали дверь. Там нужен сейчас кто-то Сака, либо кто-то... Вот Тайвик подошел с двери смотреть на мейн с ангаром. Так пытался открыться Спартакус у нас на рамп не вышло. Сразу его... Штефан, дробашаешь! Говорю, врубай дробаш! Он уже просто перевернул хоть что-то там. Но тут как бы сейчас перевернул хэдшотом Гзиста, заходит Гидрайт в спину и видит такую картину с тяжкой на инсайде, пытается убить парня. Видит второго парня, знает, что третий есть от мейна и встает второй хэдшот. Ну вот мейн пытается прострелить через этот непонятный писсуар. Тут Геттер сейчас пойдет просто вниз, либо на девятку. Он, скорее всего, знает точно, что бомба. Внизу это процентов 70. Ну да, бомба внизу и... 7 хелсов и 43 можно сейчас и эйс дать, по-моему. Там вариантов просто у него сейчас будет не особо много. Он знает, что один в метро, он не знает, где второй. То есть тут он уже метро миновал, смотри, его даже не заметили. То есть видишь тут Крис Джей, что он его не слышал. Гидрайт сделал все бесшумно, прочекал ложный, ложный пустой. Флешка. Нет, вот тут развод на деф и... Ой-ой-ой, ошибка. Вот он думал, что видимо с двери на него выйдут. Видишь, он как флеш под себя бросил и... Ну что под себя, да, он хотел всех ослепить, но по сути, он же-то парень-то умный. Игрок просто помнит его позицию и жмет приблизительно в ту же точку. Сейчас, наверное, будет просто атака вот сюда. Вот она зайдет. Так вот. Но это будет очень криво. Ладно, сбросим это, друзья, смотрим дальше. Раунд, не пам, до победы. На матчпоинте тусуется. 25 раундов из 30 они сыграли. В целом. Гитрайтер скидал улицу, сразу дал туда флешку. Кривая флешка для Герарха была. Флеш в будку сейчас пойдет от Гитрайта. Кстати, вот на праках, на разных, да, они поиграют по-другому всегда. Здесь они что-то не жмут ни глина. Видимо, они переключили свой режим игры на аккуратно. Я уверен точно, что нас ждет жесткая заруба, если Нипы будут играть с Верегеймс. Потому что это крэйзи. Это, короче, две крэйзи команды, в которые одни из 1.6. Там чудаки могут зайти в спину или там в аркаду вылезти, да, и дать минус 3. А вот такие же Сурсеры Верегеймс. Но Верегеймс и МХО. Я надеюсь, что их накажут жестко в CSGO. Особенно парни из 1.6. Ну мы даже видели матч некоторые... Не, просто реально, реально, если оценивать, да, игру, то Сурс он послабже будет, чем 1.6. Ну я не знаю, оценивать не будем. А мы помним, что, в принципе, некоторые игроки этих команд встречались. Я говорю, Верегеймс и Нип. Помнишь, шоу-матч еще Фнатик против Верегеймс в ProMod. Когда этот матч только не доиграли. Да, тогда этот матч так и не доиграли. Его почти выиграли Фнатики, там оставалось пару раундов. Но был Адидос Атака. Ну там, короче, сервер лагал, ProModTV, вот их это, прям ProModTV тоже лагал. Ну че, здесь Фрайберг, Форест и Total Annal Dimination для голландцев. 16-9 выигрывают этот матч, Нип. Ну, без эмоций все спокойно, понятно. Без эмоций на простых раскладах, друзья. Ну что ж, а я, наверное... Давай я добавлю результат, и пока узнаю, параллельный матч был ли у нас какой-то результат. А я пока напишу, что у Ниндзи в пижамах... Да, конечно, параллельный матч будет Нип, ProGaming, TD. Нет, нет, не только что играли. Вот сейчас параллельный матч должен был быть. Не знаю. Вот Нипл ЛЛ сыграли. Мау Спортс Арена 51, Ария. Эрия 51, тоже знаменит. А, так там карты по турам, что ли, играются? Очень похоже на то. Такс. Ну что ж, ребят, пока остановлю запись. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что ж, ребят, пока остановлю запись. Субтитры сделал DimaTorzok.